Саровские спортсмены распечатали ворота соперников уже на первых минутах игры. Но буквально через несколько секунд городецкий «Спартак» отправил наши ворота ответную шайбу, а после и ещё две. Второй период ушёл у саровской команды на то, чтобы прийти к равновесию. Три шайбы в воротах противника и одна в наших. На перерыв спортсмены ушли с равным счётом 4-4. Сравняли, да. Ну, что пошло не так? Там уже даже были такие минуты в игре, что там уже на равных была игра. То есть мы подустали, они подустали. В третьем периоде хоккейный клуб «Спартак» завладел шайбой и отправил наши ворота очередной гол. Но саровчанам вновь удалось сравнять счёт. Исход матча решился за две минуты до финального свистка. Шайба закатилась в наши ворота. 5-6 победа в копилке хоккейного клуба «Спартак». В целом результатом, конечно, доволен. Ребята всё-таки собрались и сыграли правильно, дотерпели, потому что мы, в общем-то, играли двумя пятёрками. Было нелегко, но мы выиграли этот матч. Закончился регулярный чемпионат первенства Нижегородской области. По итогам 14-го тура областного первенства хоккейный клуб «Саров Инвест» занял пятую строчку турнирной таблицы. Впереди участников турнира ждёт плей-офф. Командам предстоит сыграть серию игр на вылет до двух побед. Дальше мы будем биться в плей-офф. Просто так мы не отдадим ничто. Но мы будем биться, конечно, доказывать, что мы «Саров Инвест», что мы в том году заняли первое место. Первую игру в рамках плей-офф хоккейный клуб «Саров Инвест» проведёт на выезде. По итогам турнирной таблицы наши спортсмены скрестят клюшки с городецким «Спартаком» 23 февраля. А уже 2 марта состоится ответный матч на своём льду. Если две игры не определят победителя, третья решающая встреча пройдёт 3 марта в Гороце. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.